Добрый день всем любителям белорусского футбола! АБФФТВ презентует вашему вниманию традиционный обзор 18-го тура Беларусьбанк Высшей Лиги. Батэ попытался прервать затянувшуюся серию неудач в результате визита в гости к набравшему ход Руху. Неман и Шахтер сошлись в борьбе за первую строку в таблице. А торпеды Белас и столичная Динамо старались подтянуться к тройке лидеров. Стартуем с противостояния проблемного Слуцка с 9-матчевой серией Беспобед и Ислычи, которая уступила в двух матчах к ряду. Соперники в начале встречи обменялись острыми уколами, в ходе которых более удачливой оказалась гистевая команда. Стефан завершил точным ударом симпатичную комбинацию и скидку Папуша, оформив свое второе взятие ворот в сезоне. Данный голевой задел позволил команде Виталия Жуковского не форсировать ход событий в первой половине игры. Поддерживая неспешный темп при большом количестве брака с обеих сторон. При этом под занавес первого тайма оппоненты имели хорошие возможности изменить цифры на табло, но Панкрат и Фихоткевич выручали своих партнеров. Однако после перерыва Сахарному коллективу удался Блицкрик, который принес необходимый результат. Сначала доигровка розыгрыша стандартного положения привела в голу Куанда, который забил третий мяч в текущем чемпионате и сравнял счет. А три минуты спустя еще один буркинеец Авдул Гафар вывел Слуцк вперед, также отметившись третьим голевым выстрелом в нынешнем сезоне. Захватив лидерство, команда Александра Кончица отдала инициативу оппонентам и сосредоточилась на оборонительных действиях. Однако волки не смогли воспользоваться игровым преимуществом и реализовать перспективные подходы к владениям Панкратова. 2-1 Слуцк приходит в сознание и побеждает впервые за два с половиной месяца, а Ислыч проигрывает на протяжении трех туров. Противостояние аутсайдеров чемпионата Городеи и Белшины имело архиважное значение в силу турнирной диспозиции обеих команд. А наличие в составе в обручан многолетнего капитана хозяев поля Дмитрия Лебедева добавляло локальную интригу данной встречи. Переизбыток желания добиться положительного исхода и ответственность за результат серьезно давлели над оппонентами. В результате Городеи и Шинникам недоставало точности и креатива в завершающей фазе атаки, а немногие опасные эпизоды обеим командам реализовать не удавалось, вплоть до истечения основного времени матча. Однако в компенсированные минуты соперники подарили друг другу и своим болельщикам по-настоящему валидольную концовку. На шестой добавленной минуте Синкевич оказался на газоне, а Яксимович в последнем матче за Городею вывел Сахарников вперед. Но шестой гол Ковеля в текущем чемпионате на последней минуте, казалось бы, спасает Белшину и сохраняет за красно-черными один балл. Тем не менее команда Олег-Городушка нашла силы на последнюю атаку, которая также оказалась результативной и принесла хозяевам поля три очка благодаря удару Сайчича, который подвел черту под сумасшедшим финалом поединка. 2-1 Городея добивается первой победы за пять матчей, а Белшина прерывает свою небольшую серию без поражений и остается на последней строке в турнирной таблице. Затеявшие вынужденную перестройку Смолевича в гостях у Витебска. Если обилие новых лиц в составе Быков оказалось сюрпризом для Ислыча, то северяне оказались максимально подготовлены к особенностям игры оппонентов. Сергей Ясинский, несмотря на жаркую погоду, избрал модель игры с высоким прессингом, что позволяло лишать гостевую команду необходимого пространства для неспешного контроля мяча и позиционного наступления. В то время как быстрые атаки Витебска несли серьезную угрозу владением Гомелько и заставили изрядно потрудиться голкифера с Малевичей. В итоге до перерыва витеблянам не удалось реализовать свои многочисленные моменты, а вынужденные упрощать игру Быки могли выйти вперед благодаря Ложкину, которому, однако, не удалось переиграть Сорока. Во втором тайме Витебск сумел извлечь дивиденды из своего давления. Матвейнко заработал пенальти, а Николаевск уверенно реализовал свой подход к 11-метровой отметке и забил 9-й гол в текущем сезоне. После забитого мяча северяне продолжали доминировать и создавать остроту ворот Гомелько, не позволяя развернуться с Малевичем. Результатом столь уверенной игры Витебска стала первая победа хозяев поля за последние 4 матча, а команда Алексея Михайлова, напротив, впервые за 4 тура уступила. Переносимся в Брест, где собравший коллекцию из трех подряд побед Рух принимал Батеп, который летом оказался в игровом кризисе, добыв лишь одну победу в 6 матчах. Отсутствие Стасевича Яблонского усугубляло проблемы желто-синих составов, однако в поединке с Рухом в составе Борисовчан нашлись другие герои. Уже на шестой минуте Настич после передачи Нехайчика открыл счет в матче и отметился дебютным голом за Батеп. Агрессивное начало в исполнении Батеп вскоре получило продолжение. На этот раз Настич выступил ассистентом, отметившись шестой голевой передачей, а Нехайчик удвоил перевес Батеп и забил свой восьмой гол в текущем сезоне. Вынужденные отыгрываться Брещане также неплохо проявили себя в позиционном нападении, однако Щербицкий действовал надежно, а незадолго до перерыва, благодаря усилиям Нехайчика и Скавыша, преимущество команды Кирилла Ольшевского стало еще более весомым. Во втором тайме комфортный задел позволял Батеп сбавить обороты, однако гостевая команда имела еще несколько хороших возможностей забить, а хозяева поля не сумели предложить оппонентам серьезных контр-аргументов и переломить неудачный ход матча. 0-3 Рух проигрывает впервые за месяц, а Батеп прерывает трехматчевую серию без побед. В столичном дерби сошлись в Минске рцор БГУ. Горожане не побеждали на протяжении шести встреч, что серьезно осложнило турнирное положение хозяев поля. Гостевой команде необходимо было приходить в себя после поражения в минувшем Туе 1-8. До перерыва оппонентам недоставало остроты у ворот друг друга и акцентированности в завершении эпизодов, которые все же возникали в ходе первых 45 минут. В таких условиях уверенная игра Бакича корпусом и заработанные пенальти выступали серьезным подспорьем для студентов. Ючис реализовал 11-метровый удар и забил третий мяч в нынешнем сезоне. Однако под занавес первой половины игры красно-синьи соорудили свой ответ и сравняли счет в результате четкой реализации пенальти Александром Васильевым. А на 52-й минуте горожанам удалось развить успех и выйти вперед усилиями чаговца, замкнувшего подачу горбача с углового. В оставшееся время рцор БГУ за счет активных действий на чужой половине поля старался спасти игру. Однако компактность линий команды Андрея Разина и плотная игра в обороне свели на нет усилия студентов в атаке и позволили Минску добыть долгожданную викторию. В центральном матче тура Неман принимал Шахтер. Гродненцы набрали приличный ход и не проигрывают на протяжении 8 туров, в то время как беспроигрышная серия гостевой команды насчитывает 12 матчей. Два последних тура для горняков получились крайне удачными с точки зрения результативности. Однако столкнувшись с организованной оборонительной линией желто-зеленых, команда Юрия Верни-Дуба забуксовала. Гродненцы эпизодически применяя высокий прессинг, а при необходимости располагаясь всей команды на своей половине поля за линией мяча, полностью выключили атаку Шахтера. В ходе матча тренерский штаб попробовал в атаке всех форвардов, которые есть в наличии, но ни один из них не сумел создать какую-либо остроту у ворот Дуделя. Вместе с тем гродненцы действовали в данном поединке с позицией силы, зачастую прижимали горняков к своим воротам и создали большое количество перспективных подходов. Команда Игоря Ковалевича пыталась добиться преимущества, заставляя соперников много фалить, однако по-настоящему опасных моментов также создать не сумела. 0-0. Неман и Шахтер второй раз в сезоне завершают матч с таким счетом, продлевают свои беспроигрышные серии и продолжают борьбу за титул. Отправляемся в Жодино, куда в гости к торпеды БелАЗ пожаловала столичная Динамо. Стазоводцы проиграли два к ряду матча, потому стремились добыть очки в тяжелейшем противостоянии с Белосиними, которые очень надежно действуют в обороне, но также нестабильно двигаются по дистанции. Уже на старте Жодинцы упустили великолепную возможность выйти вперед и перевернуть игру, вынудив Динамо отыгрываться. Однако мяч трижды угодил штангу, но так и не попал в ворота Памазана. Местевая команда ни на шаг не отходила от изначальной стратегии, традиционно много обороняясь, и до конца выдерживала структуру игры, а черно-белым никак не удавалось взломать оборонительные построения Динамо. Во второй половине матча игра выровнялась, и Динамовцы нанесли несколько неплохих ударов по воротам торпеды Беласа. Однако вплоть до финального свистка борьба в данном матче преобладала над созиданием и креативом, потому старты вынули на табло не изменились. Торпеда Белас не может выиграть в трех матчах к ряду, а Динамо пропустила лишь один гол в последних семи играх. Все результаты 18-го тура вашему вниманию. Два центральных матча завершились безголевыми ничьями. Батэ уверенно переиграл Рух, а Слуцкий-Минск прервали затянувшиеся серии неудач. Заглянеми в турнирную таблицу. Батэ догоняет Шахтер, а Неман сохраняет за собой третью позицию. Витебск заменяют Рух в первой восьмерке. Приближение Смолевича и Белшины заставили встрепенуться Минск в Слуцкий-Городею, которые добыли победы и оторвались от предпоследней строки в турнирной таблице. В следующий игровой уикенд Рцор Бугу примет Торпеда Белас в надежде подняться выше в таблице, а Шахтер и Батэ продолжат борьбу за лидерство в противостоянии с соперниками из нижней части таблицы в лице Смолевича и Минска. На этом завершаем обзор 18-го тура высшей лиги. Вместе с вами за самыми интересными эпизодами наблюдал Федор Прошкин. Всем добра!